Автопробег за Единую Беларусь, который стартовал из Орши ранним утром, подходил к своей кульминационной и завершающей точке, к Брестской крепости. Ближе к обеду колонна автомобилей приехала в Брест, где на въезде в город к ней могли присоединиться желающие. Машины растянулись на несколько километров, ведь их насчитывалось более 400. Через всю страну проехали люди разного возраста и профессии, но с одной целью. Мы здесь для того, чтобы высказать свою позицию, что мы вместе, единый белорусский многонациональный народ. Нас никому не удастся разъединить. Мы понимаем, что сегодня непростое время, но мы должны быть мудры, как были мудры наши предки. Стоять вместе один за одного, ценить каждого из нас, из белорусов. Участники автопробега прошли от главного входа Брестской крепости до площади церемониалов, развернув большой государственный флаг и в сопровождении военного оркестра. Символизм финальной точки автопробега был очевиден. Стартовали и по трассе М1 через всю Беларусь мы проехали до Брестской крепости. По пути к нам присоединялись единомышленники, колонны из других городов, все, что находится вдоль трассы М1, Минск, также есть люди из Витебска, Гродно, Могилево, из всех областных центров, издалека. Люди действительно преодолели не одну сотню километров для того, чтобы побывать здесь, в этом месте. Цитадель – историческое и важное место для каждого белоруса. Здесь не нужны слова, чтобы напомнить, какой бывает цена мира. Участники почтили память погибших защитников Брестской крепости «Минуты молчания» и возложили цветы к вечному огню. Цель основная, которую мы преследовали, это показать белорусам, что надо реально просыпаться, что за нас никто не решит наши проблемы, наши вопросы. До этого 26 лет мы привыкли отсиживаться дома, ходить на избирательные участки и думать о том, что за нас все решит президент. И сегодня пришел тот час, когда вопрос решается реально во дворах своих домов, в квартирах, на улицах. И каждый должен выходить и отстаивать свои интересы и свои мнения. Ирина Кузьмич, Андрей Щерба, телекомпания Бук-ТВ.